Привет из Японии! Меня зовут Наташа. Сегодня для всех любителей Японии японского языка я расскажу о моем опыте изучения японского языка и о том, что я считаю важным при изучении языка. Конечно, кто-то может быть не согласен с моим мнением, у кого-то другие принципы, но я рассказываю о своем опыте, то есть то, чего я достигла за 13 лет изучения этого невероятно трудного, но в то же время очень интересного языка. Очень будет самонавейно с моей стороны говорить, что я его выучила, потому что я иностранка в Японии, и какие-то слова мне до сих пор непонятны, мне приходится что-то переспрашивать, постоянно заглядывать в словари, я узнаю какие-то новые ироклифы, то есть предела по моему совершенству в этом языке нет. Ну, какие основные принципы изучения языка я хочу вам рассказать? Во-первых, у вас должно быть желание и какое-то внятное понимание, для чего вы учите этот язык. Ко мне приходят некоторые ученики, и они не могут даже сказать, для чего им нужен японский язык. То есть посмотрели аниме и сказали, о, я хочу изучить японский язык, чтобы понимать аниме. Это, конечно, хороший стимул, но должно быть какое-то такое желание, если вы хотите смотреть аниме, читать мангу и так далее, вы должны знать, что это вам нужно, они просто сегодня загорелись, а на завтра решили, а, зачем, что-то мне трудновато, брошу-ка это дело. Если вы хотите поехать в Японию, конечно, не обойтись без японского языка. Если вы хотите, допустим, завести друзей японцев, или выйти замуж за японцев, или там жениться на японке, и, конечно, вам тоже понадобится японский язык. То есть главное в этом поставить себе какую-то цель, для чего вам нужен этот язык. Так, второе, что очень важное, я считаю, это учить не только разговорный язык, а учить письменность. Первым делом хирогана и катакана это обязательно, я считаю, потому что в японском языке есть такие звуки, которые не передаются русским языком. То есть если вы будете записывать японские слова русскими буквами, это получится смешно, получится совершенно другое произношение, как, допустим, японцы некоторые учат русский язык на катакане, на своей азбуке, и они записывают, допустим, наше слово балалайка, так как у них нет звука ла, они пишут барарайка. Вот представьте, что они приедут в Россию и будут говорить барарайка. Вы, ну, конечно, может быть поймете, но будете очень смеяться. Так же и выглядим мы, те, которые учат японский язык, и пишут только своими буквами, да. Поэтому важно писать обязательно японским, то есть учить именно японское написание. Так, третий принцип – это последовательность в изучении языка. То есть вы должны учить его каждый день. Ну, там, допустим, можно делать в неделю перерыв на один день, где-то, допустим, в воскресенье, да, расслабиться. Но хоть понемножку, там минут по 30, но каждый-каждый день запоминать новые слова, заглядывать в учебники и так далее. Потому что язык сложный и быстро забывается. Всё, что вы там запомнили неделю назад, вы, может быть, уже сегодня не вспомните. Надо постоянно пролистывать материал. Ну и четвёртый важный принцип – нужен преподаватель. Допустим, вы можете купить учебник и начать учить сами, как сделала вначале я. Я потеряла огромную кучу просто времени, потому что мне никто не мог объяснить, что значит, там, допустим, я прочитала объяснение, да, по-русски, как-то по-своему поняла, решила, что я поняла правильно, запомнила. И в итоге я проучилась довольно долгое время сама, вот так, без преподавателей. Потом, когда приехала в Японию, пошла в школу, японки спросили, ты где учила японский язык? Я говорю, по учебнику, они такие, ну, всё понятно. Мне понадобилось очень много времени, чтобы переучиться. У меня было неправильное произношение. Я учила бессистемно, то есть, ну, просто по учебнику, упускала какие-то очень важные моменты. И когда я уже пошла потом в университет японский, я поняла, что я потеряла просто много времени. Если бы я сразу пошла учиться в хорошую школу, я бы выучила японский язык до такого уровня, как сейчас, намного быстрее. Ну, в принципе, это может быть необязательная школа. Могут быть какие-то курсы. Могут быть онлайн даже курсы, да. Сейчас есть, допустим, выпускается, допустим, если вы возьмёте только диски или там какие-то видеокурсы, должна быть обязательно обратная связь. То есть, всё, что вам непонятно, вы в любой момент можете спросить у преподавателя. Вот на такие курсы я вам советую записываться. А те, которые просто продаются, то есть, вы просто купили диск, сами пытаясь учить, это, конечно, не очень хорошо. Просто, когда возникнут у вас вопросы, вам никто не сможет ответить. Вы так и будете что-то откладывать на потом и опять терять время. Вот эти основные четыре принципа. Ну, конечно, учите, дерзайте. Вот. Японский язык очень интересный. Сколько времени понадобится, зависит от вас, с какой вы интенсивностью будете учиться и насколько серьёзно вы подойдёте к делу. На сегодня всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok